Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Юлия Александрова, арт-директор, дизайн-бюро «Гармония» и коллекционер. Здравствуйте, Юлия! Насколько я знаю, вы готовите довольно необычный подарок для рязанцев, с которым мы уже сможем познакомиться в эту пятницу. Чуть подробнее о том, что и где мы сможем увидеть. Дорогие рязанцы, я приглашаю вас оценить, посетить наш замечательный проект. На мой взгляд, действительно замечательный и уникальный. Я вот постараюсь сейчас о нем рассказать и доказать, собственно, это. Авторский проект называется «Авторская кукла в новогодней сказке», который будет проходить с 18 по 21 декабря в МКЦ, на втором этаже выставочного зала МКЦ. Мы привозим с собой именно проект, именно я это позиционирую как проект, потому что уникальность этого проекта в чем? В этом году будут представлены 70 работ авторской куклы, художественной куклы, международных и российских авторов. Куклы, опять же, подчеркиваю, уникальные куклы, которые выполнены из фарфора, из поперклея, из пластика, из разных других материалов, но в основном от фарфора. Они одеты в антикварные ткани, ну и, собственно, сама кукла – это уникальный предмет искусства. Рязанцы, все, кто посетят нашу выставку, наш проект, смогут сфотографироваться с куклой, смогут увидеть интерьеры новогодние, красивые, оформленные нашим дизайн-бюро. А также увидят, как вот этот замечательный предмет, предмет даже, сложно мне назвать это предметом, но вот это чудо, как оно живет, собственно, в интерьере. У нас будут показаны некоторые интерьеры, и вот авторская кукла удачно размещена в них. Будет фотопроект. Ну, вы знаете, вот я вот все вам рассказываю, а где же интрига? А все-таки пусть вот жители города приедут, придут и увидят что-то интересное. Я думаю, что будет на что посмотреть и чем увлечь наших жителей. Ну, одно дело все-таки услышать, и другое дело увидеть. Я думаю, что даже если сейчас все услышат, все равно захочется на это посмотреть. Но, насколько я понимаю, те 70 кукол, которые будут представлены на этом проекте, это ваша коллекция. Да. Да? Почему вот когда-то в свое время вы обратили внимание именно на куклы и стали их коллекционировать? Да, вы знаете, я не думала, что в принципе в моей жизни случится некий процесс коллекционирования. И почему именно куклы? В один прекрасный период моя подруга, художница, кукольница Светлана Дубодел, это было где-то, наверное, в 2000 году, подарила мне куклу. Я думаю, что одну из своих первых работ. А потом пригласила на выставку. И вот когда я внимательно рассмотрела, а посетив выставку, увидела работы других художников, я, конечно, была очарована и поражена. Насколько в этой кукле может быть душа художника. Как можно играть с этой именно куклой, как можно любоваться ей, как можно... Это настолько живое, с ней можно говорить, на нее можно обижаться, ее можно расставлять, размещать как-то удачно, в разных позициях сажать, не знаю, переставлять в комнате где-то. Ну, это что-то такое особенное, это живое, это прежде всего... Ну, это чудо. Вот для меня как-то так. И я вот увлеклась этим и начала собирать. Свою коллекцию считаю уникальной, потому что отобраны лучшие экземпляры. Потому что представлены в моей коллекции самые достойные экспонаты и самые замечательные художники, как российские, так и международные. Ну, вот сегодня у нас в студии мы можем увидеть две замечательные куклы, которые вы с собой привезли. Если можно, чуть подробнее именно о них. Кто авторы, как они к вам попали? Да, конечно. Вот эта кукла, девочка, работа автора Ирины Мещеряковой. Она выполнена из фарфора и одета вот, собственно, в антикварный такой наряд из антикварных тканей. Я ей восхищаюсь, она мне очень нравится. С моей точки зрения она совершенно... Ирина Мещерякова посетит жителей города Рязани, посетит наш проект, собственно, представит его. Она будет рассказывать о многих интересных экспонатах и что-то, я думаю, увидим мы новенькой из ее робот. Это Катя Маньшавина. Катя Маньшавина, вот люблю ее работы, несмотря на то, что они выполнены из пластика. В моем понятии они совершенные, потому что все, что касается костюма, ну, наверное, Кате нет равных в качестве исполнения. Мы, наверное, все привыкли к куклам относиться, ну, не все, а те, кто их не коллекционирует и своими руками не делает, во всяком случае, относиться как к игрушкам, да? Да. Мы покупаем куклы нашим детям, когда-то мы играли в них сами. А вот каким образом кукла может использоваться в интерьере, наверное, не все задумываются. Нет, вы знаете, вот именно художественная авторская кукла – это замечательный предмет интерьера, живой предмет интерьера. Вы знаете, мы создаем интерьер в зависимости от своего мировоззрения, в зависимости от того, что у нас происходит, что нам близко, в конце концов, да? Да. Вот я считаю, куклы, и непосредственно те, которые вы увидите на нашей выставке, они достойны поселиться в любом интерьере. И мы все равно украшаем наше жилище, мы все равно хотим его сделать более теплым, более индивидуальным. Так вот, с помощью чего мы этого делаем? Мы вешаем какие-то фотографии свои любимые, мы привозим из путешествий, может быть, какие-то сувениры. А также, а вот я предлагаю жителям города Рязани задуматься и об авторской кукле, и увидеть, как можно расселить, как можно ее поместить в непосредственно свой интерьер. И поверьте мне, это не будет скучно, это не будет традиционно, он будет живым, она будет жить вместе с вами. Вы сами в вашей коллекции к нам в Рязань приехали из Москвы, почему именно на Рязани вы решили сделать такой новогодний чудесный подарок? Вы знаете, я родилась в Рязани, и я хочу сделать подарок своему родному городу. Я думаю, что у каждого человека, по крайней мере у меня, сложилось так, что я задумалась о том, что мне предлагали в Москве достаточно знаменитые галеристы выставить свою коллекцию, рассказать о ней. Я печаталась как-то в журналах, но не хотела это делать в Москве. А вот сейчас, именно к Новому году, в свой родной город, хочу показать. Хочу показать, хочу рассказать, хочу заинтересовать жителей города Рязани, чтобы они это оценили, полюбили. Может быть, кто-то присоединился к этому искусству, к искусству творения, к искусству коллекционирования. Давайте еще разочек скажем для зрителей, где, когда, во сколько. Мы ждем, дорогие друзья вас, 18, 19, 20 и 21 декабря в МКЦ на втором этаже выставочного зала, вход свободный, приглашаются все-все-все желающие. Юль, спасибо вам огромное и за ваш подарок, и за то, что сегодня вы пришли к нам в студию с вашими замечательными куклами. Я думаю, что рязанцы заинтересуются, придут и действительно как-то получат какое-то новогоднее настроение, которого на сегодняшний день немножко не хватает. И пусть это маленькое чудо порадует жителей города Рязани. Еще раз спасибо, Юль. Спасибо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова